Уважаемая госпожа президент, дамы и господа, только что завершились наши переговоры с президентом Хорватии. И хочу отметить, что они прошли в конструктивном ключе, подтвердили настрой двух стран на всемирное развитие сотрудничества. Хорватия является важным партнёром России в Европе и на Балканах. В мае текущего года исполнилось 25 лет с даты установления официальных межгосударственных отношений. За это время они приобрели действительно разноплановый и взаимовыгодный характер. Сегодня мы с президентом Хорватии обсудили, в том числе с участием глав министерств и ведомств, конкретные меры по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия. Особое внимание уделили экономическим связям. Напомню, что в прошлом году взаимный товарооборот составил 808 миллионов долларов. В первом полугодии 2017-го он увеличился на 64%. Полагаем, что в этом году есть хорошая возможность вернуть товарооборот на докризисный уровень свыше 1 миллиарда долларов. В ходе состоявшегося 3 октября в Москве очередного заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству обсуждались новые инициативы, призванные стимулировать наши торгово-инвестиционные связи. Речь идёт в том числе об активизации сотрудничества российских и хорватских компаний в реализации совместных проектов в третьих странах. Только что между Минэкономоразвития России и МИДом Хорватии подписан меморандум, нацеленный на оказание содействия в бизнесу в продвижении на иностранные рынки. Большие надежды в плане расширения российско-хорватских деловых контактов связываем с бизнес-форумом, который пройдёт в присутствии президента Хорватии завтра в Москве. Особое внимание на переговорах уделили традиционной сфере двухстороннего сотрудничества энергетики. Хорватия – крупный импортер российских нефтепродуктов. В прошлом году республика закупила у нас 350 тысяч тонн нефти. Кроме того, через порты Хорватии и её трубопроводную систему транзитом поставлено 2,3 миллиона тонн российской нефти для потребителей в странах Юго-Восточной Европы. Компания «Лукуэл» владеет в Хорватии разветвлённой сетью заправочных станций и поставляет на внутренний рынок 8% реализуемого в стране топлива. В свою очередь российская компания «Газпром» обеспечивает почти половину потребностей Хорватии в природном газе. В сентябре с хорватскими партнёрами подписан долгосрочный контракт на поставку газа до 2027 года. Российские корпорации «Силовые машины» и «Технопромэкспорт» помогают в развитии электроэнергетики Хорватии. При их участии введён в эксплуатацию третий энергоблок «ТЭС-СИСАК». Есть планы строительства и модернизации других энергообъектов. Отмечу, что компании двух стран наращивают промышленную аккоперацию, в том числе в области судостроения. Хорватская верфь «Бродотрогер» подключилась к сооружению арктического танкера для проекта «Ямал-СПГ». Прорабатывается возможность поставки в Хорватию российских судов на подводных крыльях. На хорватском рынке успешно работают российские банки. Действует разветвлённая сеть отделений Сбербанка. Вместе с ВТБ он участвует в программе финансового оздоровления крупнейшего агропромышленного холдинга «Хорватия Агрокор». В ходе переговоров были затронуты и вопросы гуманитарного взаимодействия. Принятая сегодня межправительственная программа в области культура на 2017-2019 годы призвана поставить сотрудничество в этой сфере на системную основу. Признательны хорватским властям за поддержку открытия в Загребе в 2016-2017 годах памятников Александру Сергеевичу Пушкину, Юрию Алексеевичу Гагарину, Сергею Есенину. В свою очередь российской стороной прорабатывается вопрос об установке в Москве памятника хорватскому философу, богослову Юрию Гжеженичу, жизнь которого была тесно связана с Россией. Развиваются контакты по линии городов-побратимов. В следующем году запланированы масштабные мероприятия по случаю 50-летия установления прямых связей между Санкт-Петербургом и Загребом. В Хорватии популярное место отдыха российских туристов. В прошлом году там побывали 56 тысяч россиян. Перспективы дальнейшего расширения взаимных турпотоков будут обсуждаться завтра на российско-хорватском бизнес-форуме. Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным международным вопросам. В заключение я хотел бы выразить признательность хорватскому руководству, лично госпоже президенту, за обстоятельные и содержательные переговоры. Рассчитываем, что достигнутые результаты будут способствовать дальнейшему развитию российско-хорватского сотрудничества по всем направлениям. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Как сказал уже господин Путин, мы сегодня говорили о целом ряде тем, которые чрезвычайно важны для дальнейшего развития наших двусторонних отношений. От политических, экономических до сотрудничества в культуре, которых Россия известна во всем мире. Целый узел наших разговоров подтверждается подписанием целого ряда новых актов о нашем сотрудничестве. В тот год, когда мы отмечаем 25-летие со дня признания и установления дипломатических отношений, я хочу подчеркнуть, что Хорватия, как член Евросоюза и НАТО, является также страной, которая уважает международное значение России. И поэтому стремится придать новый размах развитию двухсторонних отношений. Я должна сказать, что сегодня, через 8 лет после последнего официальной визиты на президентском уровне, снова выражено взаимное желание по возобновлению сотрудничества на основах равноправия и взаимного уважения. В этом духе президента Путина я пригласила посетить Республику Хорватию. Я надеюсь, что мы сможем это осуществить уже в следующем году. Это было бы первым государственным визитом российского президента Хорватии. Мы сегодня рассматривали некоторые открытые вопросы в наших отношениях. Они имеют технический, скорее, нежели политический характер. И мы стараемся их успешно решать. Мы сегодня установили и привели примеры успешного сотрудничества, которым удалось оживить российско-хорватские экономические отношения. Здесь особо хотелось бы поблагодарить президента Путина и российскую администрацию за понимание, конструктивный вклад в решение проблемы загрязнения воздуха в Словонском броде. Такие положительные примеры сотрудничества снова и снова подтверждают, что открытым диалогом можно решить многие вызовы. Россия является значительным экономическим партнером Хорватии. И мы стремимся к расширению двустороннего экономического сотрудничества. Это подтверждает и исключительный отклик касательно завтрашнего экономического форума в Москве, в котором будет участвовать несколько сот фирм из Хорватии и России. Они будут рассматривать возможности сотрудничества и подписания новых договоров. Мы согласились в том, что отмечается рост товара обмена, несмотря на санкции, которые прежде всего ударили по нашим гражданам и по нашим фирмам. Я поприветствовала российские инвестиции, особенно в туристический сектор, и я готова отстаивать любые формы взаимовыгодных инвестиций из Российской Федерации. Россия показывает значительный интерес в инвестиции в области энергетики. Я познакомила господина Путина с целым рядом законодательных изменений в Хорватии, которые позволяют или обеспечивают надежное инвестирование через либерализацию рынков электроэнергии, нефти и газа. Хотя Хорватия пытается осуществить диверсификацию поставщиков и транспортных направлений энергетики, и сотрудничество с российскими фирмами продолжается. Ярким примером этого является договор, подписанный между Первым газовым обществом и Газпромом касательно долгосрочного снабжения хорватского рынка газом. Президенту Путина я представила инициативу «Трех морей», речь идет о неформальной политической платформе стран Средней Европы, которая призвана укрепить европейские связи и экономическое сотрудничество через строительство транспортной энергетической инфраструктуры и создание цифровых технологий, для того чтобы обеспечить конкурентоспособность государств Евросоюза. Я хотела бы также подчеркнуть, что эта инициатива прежде всего «за», а не «против». Она призвана укрепить связи в Средней Европе. Хотя очень часто инициативу упрекают в том, что она направлена против России. Она не направлена ни против России, ни против немецкого влияния в Средней Европе. Речь идет, не идет о американском троянском коне. Инициатива открыла для сотрудничества со всеми государствами. И целый ряд третьих стран, например, Китай, другие государства Евросоюза, уже высказали свое желание и готовность включиться в этот проект. Почему среди них не была бы и Россия? Мы особо коснулись вопросов очагов кризиса, например, Сирии и Ливии и глобальных вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество. Прежде всего, это совместная борьба против терроризма, экстремизма, радикализма. Россия представляет собой необходимого партнера в их решении в разговорах о глобальной безопасности. Хорватия, как члены Евросоюза и НАТО, привержена открытому содержательному диалогу с Российской Федерацией, когда речь идет об Украине. Здесь могу сказать, что я уверена, что всесторонняя реализация Минских соглашений и продвижение в нормандском формате может устранить нестабильность с европейской территории, которая не является ни европейским, ни российским, ни украинским интересом. Я полагаю, что мы сможем отметить и продвижение в наших экономических отношениях. Я полагаю, что регулярное сотрудничество с Российской Федерацией обеспечит и пересмотр санкционных рамок, которые, как я уже сказала, ударяют по нашим гражданам и по нашим фирмам. Мы говорили о состоянии в Юго-Восточной Европе. И я полагаю, что европейская перспектива является гарантом стабильности, безопасности и процветания для стран Юго-Восточной Европы. Мы говорили также о укреплении нашей культурной и научного сотрудничества. Позвольте мне подчеркнуть, что есть один наш соотечественник, уроженец реки Роберт Бартини. Это действительно гениальный конструктор самолетов. Но гораздо меньше известно, что Роберто Бартини, как замечательный ученый, своими исследованиями внес большой вклад в авиационную и космическую промышленность. Он работал в группах Григоровича, Туполева, Табашевича и Бериева. О значимости Роберта Бартини говорит то, что официальный зачинатель российской космонавтики Сергей Павлович Королев назвал этого гения своим учителем. А благодаря его помощи, знаниям и советам, Юрий Гагарин стал первым космонавтом. Я очень радуюсь своего посещения Российской Федерации и продолжению своего визита в Москве и в Санкт-Петербурге. Особенно я радуюсь встречи с патриархом всея Руси Кириллом, потому что мы призваны, прежде всего, защищать интересы христиан в мире. В религиозных сообществах мы видим партнеров укреплений положительных общественных ценностей. В городе Целиквенице в Хорватии существует Русская Православная Церковь Святителя Николая, которая была построена в 1924 году. Хорватское государство поддерживает реконструкцию церквей и остальных церковных комплексов. И я думаю, что обновив эту церковь, мы могли бы начать и служить литургию Русской Православной Церкви. Наш визит мы начинаем на Черноморском побережье, а заканчиваем его на Балтийском море. Здесь необходимо вспомнить еще одного знаменитого хорвата, Матью Измаевича, который был адмиралом Балтийского флота при Петре Великом и вел очень многие баталии. Его тело покоится в церкви Святого Людовита в Москве. Он отстаивал основание Черноморского военного флота и предполагает, что он составил проект кодекса Российского военного и торгового флота. Об этом существует очень богатый архивный материал в русских архивах. И так, вот такие люди, наподобие Бартиния Измаевича, они действительно соединяли на протяжении истории два наших народа. Они действительно заслуживают наше уважение, могут служить нам примером. Господин президент, еще раз большое спасибо вам за сотрудничество и за гостеприимство.